Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господь, слава Тебе! Опа! Опа, пошла куда? Откровение 20 глава 4 по 6 стих. Читаем продолжение. Иудейский хилиазм. В рамках иудейской религии, конечно, невозможно было отвернуть единого Бога Творца, и его невидимое вечное царство. Но в каббалистических книгах, каббала в переводе, передания, иудеев появились утверждения, что по прошествии 6 тысяч лет господства нечестивых, в 7 тысячу лет наступит покой праведников. Эти мрачные мистические книги, которые записывались в виде преданий, утверждали, что мир, созданный в 6 дней, просуществует 6 тысяч лет. А затем наступит суббота. Для праведников придет Мессия и устроит свое царство на земле. Умершие воскреснут и будут согражданами этого царства. Так иудеи стали ждать земного царства, которое должен был основать Мессия, освободив их от римского владычества и утвердив власть иудеев над всеми народами. Это тысячелетнее царство иудеев должно предшествовать вечному царству Бога, которое начнется после тысячелетнего царства. Очень интересно отметить, что свое начало хелиазм берет от Каббалы. Помимо этого, иудеи истолковывали различные ветхозаветные тексты в буквальном смысле. Говорили о своем видимом царстве на земле над всеми народами и о чувственных наслаждениях, которые они будут иметь. Иудеи не приняли Христа, давшего им небо, но примут в будущем Антихриста, который даст им землю. Так из иудеевства, как из зерна, произрастает все древо учения о грядущем царстве блаженства на земле и охватывает все народы. Хотя конкретно зачастую трудно проследить, насколько это учение переходило в другие религии и народы из иудеевства, а насколько оно возникало там, может быть, и независимо. Но хотя и независимо возникает друг от друга разные горные речки, однако все в конечном счете текут в одном направлении и, сливаясь в одну реку, впадают в одно море. Корень же всем им земля. Так и здесь. Земные помыслы вкладываются сатаной, влекут всех, соединяя в одно и к одному. Христианский хелиазм. Из иудейства хелиазм перешел в христианство первых веков и распространялся в нем по двум каналам. Первое. Среди еретиков. Второе. Среди многих первых христиан и существовало как частное мнение ряда отцов церкви первых и вторых веков. Среди еретиков родоначальником хелиазма был Керинф. Первый век, написавший свой апокалипсис. Он сообразно с иудейскими верованиями ожидал, что Христос устроит свое тысячелетнее царство и восстановит во всей красе и славе Иерусалим. И счастье населяющих это царство будет состоять во всевозможных чувственных удовольствиях. Святой Викторин. Третий век. Объясняя апокалипсис, так писал. Не должно слушать тех, кто утверждает, что тысячу лет есть земное царство. Они единомышленники, еретика Керинфа. Учение Керинфа вообще было с элементами иудейства, философского богословия и христианства. Известна его встреча со святым апостолом Иоанном Богословом в Эфесе. И то, как резко Иоанн выстроил против Керинфа. Учение о тысячелетнем царстве иудеев проповедовала также иеретическая секта иудействующих христиан и винюонитов в конце первого века. Оно вообще во многом сходит с учением Керинфа. Проповедь о близком пришествии Христа и его тысячелетнем царстве звучит и у монтанистов, отличавшихся неумеренным стремлением к экскротическим состояниям и пророчествам. Самого же их пророка Монтана, умер около 175 года, почитали за учешителя, обещанного Христом. Иоанн Глядьянов 16, глава 7 стих. В 4 веке о тысячелетнем царстве учил иеретик Аполлинарий, бывший епископ Владиакии с 354 по 382 год. На основе его трудов позднее возникло монофизитство. Параллельно с иеретиками о тысячелетнем царстве учили и многие первые христиане с 1 по 3 век. Но это не было общим верованием всех первых христиан. Так святой Иустин, философ 2 век, сам учивший о тысячелетнем царстве Христа на земле, пишет, что среди истинных христиан часть приемлет это учение, а часть нет. Как частное мнение, непринято всей церковью христианское учение встречается у отцов и учителей церкви первых веков. Его проповедовали папе Иеропольский в 75 по 150 годах. Ряд его притч и наставлений признан неистинным. Святой Иустин, философ, 166 год. Святой Иериней Леонский, 202 год. Тертулиан, кончина 2-го, начало 3-го веков, который уклонился позднее в монтанизм. Юлий Африкан, Ипполит, Лактанций, 3-4 века. Еще апостол Павел боролся с учением, утверждавшим, что будто уже наступает День Христов. 2-й фессаллокийцам, 2-й глава, с 1-го по 3-ти стих. 2-й Тимофеев, 2-й глава, с 16-го по 18-ти стих. Причем важно отметить, что уже тогда это учение выдавалось от имени апостолов. Павел пишет о послании, якобы им посланном. 2-й фессаллокийцам, 2-й глава, 2-й стих. Церковь не приняла учения о четвертнем царстве. Хелиазм опровергали такие отцы, как Кай, Пресвитер Римский, 210 год. Ориген, 185 по 254 года. Святой Деонисий Александрийский, с 248 по 265 год. Епископов в Александрии. Святой Викторин, 3-й век. Когда в 4-м веке прекратились гонения на христиан, то прекратились и надежды на земное тысячелетнее царство. Отцы церкви называли чаяния хлиастов пустыми выдумками и смешными баснями. 2-й Вселенский собор, 381 год, в Константинополе, выражая православное мнение всей Вселенской церкви, осудил ересь Аполлинария о тысячелетнем царстве и в нем с символом веры слова «Его же царствию не будет конца». С особой силой опровергал хелиастическое учение и учил от царств и благодати блаженный Августин. 353 по 430 года. Великий церковный учитель Запада в 5-м веке хелиазма уже не было. Так святой Андрей Кисарийский в своем толковании на апокалипсис пишет, что церковь не приняла этого учения, а потому о нем излишне и говорить. Вновь хелиазм оживает в эпоху Возрождения и Реформации в ряде ересьских сект. Интересно отметить, что уход из церкви сразу же с силой воскресил и это учение. В 1517 году Мартин Лютер выступил с 95 тезисами и тем было положено начало Реформации в Германии. Всего через 7 лет, летом в 1524 году, Томас Мюнцер, вождь анабаптизма, во главе крестьянско-плейбейских масс с оружием в руках начал установление Царствия Божия на земле Царства Социальной Справедливости. Эта война длилась до мая в 1525 году, пока восстание не было подавлено. Вот что вылился хелиазм анабаптистов, перекрещенцев или христианских братьев, положивших начало великим бунтам восстания, а немного позднее революциям. Так анабаптисты во главе с Томасом Мюнцером начали построение Царствия Божия на земле. Не случайно атеистический философский словарь под редакцией Розенталя 1975 года Москва признает, что религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, а его политическая программа была очень близка к уравнительному утопическому коммунизму. Но этим деятельность анабаптистов по устроению Царства Божия не завершилась. В 1534 году анабаптисты сгоняют из города Мюнцер епископа и образуют свое протестантское государство во главе с Яном Матисом и Яном Лейнденским. В 1534 году по 1535 год существует уже Мюнцерская коммуна. По смерти Яна Матиса и Яна Лейнденский объявляет царем Нового Израиля. Мюнцерская коммуна во всем подражает Древнему Израилю. История повествует о всех ужасах, бывших в этом Царстве Божием. В июне 1535 году Мюнцерская коммуна пала, а Ян Лейнденский был казнен. К середине XVI века анабаптизм перестал существовать в своей первоначальной форме, распавшись на ряд сект, отказавшихся от социальной борьбы. Социальная борьба продолжалась далее уже во все более и более антирелигиозной форме. Сектантство уже так и устроило Ахилиазм, правда отказавшись от непосредственного построения тысячелетнего царства. Сектанты теперь ждут, когда придет Христос и создаст это царство на земле. Ныне многие сектанты, баптисты, менониты, адвентисты и яговисты исповедуют Ахилиазм. Философско-политические учения и государственные системы. Идея создания идеального и совершенного царства на земле двигалась во все времена великими завоевателями и преобразователями государственных систем. Причем, как правило, эти вожди были не просто носителями государственной власти, но и власти религиозной и духовной. Учения этих вождей носили не просто политический характер, но и религиозно-мистический. Сами вожди зачастую в той или иной форме почитались богами, считались непогрешимыми и всемогущими. Царства их считались началом нового, грядущего, всесовершенного царства истины, блеска и славы на земле. Корни учения этих вождей, как правило, уходят в тайные, мистические, оккультные, масонские круги. И там теряясь, исчезают от внешнего наблюдения. Так преисподняя бездна устрояет свое царство на земле, пока в высшей форме все это не осуществится в царстве Антихриста. Пока бездна не открыта, но запечатана, миллионы людей рукоплещут великим правителям. И одержимые идеи светлого и великого будущего царства безумно устремляются за своими вождями. Устремляются в бездну, думая, что идут к свету. Жаждут несказанных наслаждений, а пожинают невыразимые мучения. Таковы были древние государства. Египет с его фараонами и жречеством. Ассирия, Вавилон и Персия с их императорами и культами греко-македонской империи Александра Великого. И действительно, тысячелетнее римское царство, таковы и два великих государства Востока, Индии и Китая. Не прекращаются эти попытки и с утверждением на земле христианства. Укажем только на некоторые попытки установить такого царства. Известно, что царство Чингисхана было принято за царство пресвитера Иоанна. Очевидно, усиленная попытка в XII веке уничтожить православие. С запада разгромные походы крестоносцев. С востока монголо-татарские орды. Изнутри междоусобицы. Все эти события являются не просто рыцарскими историями, но и конкретной борьбой в тайной беззаконе с старством Христа. Можно вспомнить и другие великие империи и их создатели. Так, грандиозная империя создана походами Великого Тимура в 1370 год по 1405 год. Империя великих монголов в Индии создана внуком Тимура Бабуром в 1526 году. Возможно, что Бабур был в определенной связи с тайными учениями Индии и Тибета. В XIX веке на Западе попытку создания Всемирной Великой Империи прогресса предпринял Наполеон Бонапарт. XX век дал целый ряд грандиознейших попыток построения такого царства с самых разных, внешне даже, противоположных позиций. Миллионы людей устремляются за своими вождями. В безумном ослеплении стремясь построить свой новый мир. И жестокие уроки, которые преподнес XX век этим несчастным миллионам, не вразумляют людей. Вавилонская башня строится. Здесь мудрость, имеющий ум, разумеет. Несколько примитивно, но особенно ясно учение о светлом будущем человечестве на Земле проступает в философии утопистов. Термин «утопия» буквально означает «место, которого нет». Так, термин «утопия» очень ясно и правильно выражает сущность этого учения. Но к этому месту устремляются лучшие умы, целые народы. Предпосылки утопического учения можно найти уже у некоторых писателей Древней Греции и Рима. А в средневековых иеретиков в программах некоторых христианских вождей средневековья. Систематическое развитие утопизма начинается в эпоху возрождения и реформации Мюнцер около 1490-1525 гг. В Германии «Темор» 1478-1535 гг. В Англии «Те Кампанелла» 1568-1639 гг. Виталий «Интересно отметить, что учение монаха Кампанеллы было не только политическим, но и религиозно-мистическим, связанным с магией и астрологией. Дальнейшее развитие утопизм получил в трудах Жемелье 1664-1729 гг. Атеиста, всю жизнь служившего священникам и всю жизнь обманывающего своих прихожан. Г. Мабли 1709-1785 гг. Морелли 18 век. Бабефа 1760-1797 гг. и его последователей Чинстенли 17 век. Участника диссидентских сект в Англии. Особое развитие утопизм получает в трудах Сен-Симона 1760-1825 гг. Фурье 1772-1837 гг. И ОУЭНа 1771 гг. В дальнейшем утопические идеи перестают в трудах классиков маркизма-ленинизма, в учении о коммунизме. 20 век показывает нам борьбу многих миллионов за светлое будущее в виде коммунизма. К чему же это фактически приводит, говорят сами события. Еще одна великая и страшная попытка 20 века утвердить идеальное царство – это фашизм во главе с Гитлером. Известна связь Гитлера и его рейха с масоном, с масонством и тайными учениями Тибета. Символ фашизма – свастика. Это не только древний знак солнца, но и сломанный со всех концов крест. Мистическая основа фашизма, прорывающаяся временами в откровениях Гитлера, уходит корнями в Тибет. Кстати, свастику, вернее ОУН, вернее ее, обратное отображение фюрер взял оттуда. Были даже строго засекречены экспедиции Третьего рейха в Тибет, характер которых до сих пор тайна. Вот лишь несколько штрихов о скрытых пружинах, двигавших государственных и политических деятелей разных эпох и определявших их учения. Горячие массы находятся внутри земли, но временами вулканы извергаются. Сатана и силы его заключены Христом в бездну. Но бывают землетрясения и извержения. Претечи Антихриста репетируют построение его царства. Фундамент закладывается. Тайна беззакония уже в действии. 2 Фессалоникийцам 2 глава 7 стих. А люди одержимо бегут навстречу светлому будущему. Утопии бегут к месту, которого нет. Окультизм и теософия. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их. И говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойдет меня сатана. Матфея 4 глава с 8 по 10 стих. Ныне эта тайна все более и более раскрывается. Все шире распространяются эзотерические знания, завоевывая умы и сердца людей. В нейлонной истинной церкви люди теряют всякую способность распознавания и развлечения истинного лжи, света тьмы. И вот среди прочего оккультизм и теософия, оккультизм латинская, тайны, теософия греческая, богопознание. Здесь имеется в виду ложное богопознание тайных объектов и их эзотерические учения. Раскрывает широкую дверь для тонких прелестей. И многие входят этой широкой дверью. Много многих она манит. Наружная дверь все более распахивается для людей. Внутренне же двери уходят непосредственно в глубины преисподней. И наоборот, через оккультизм и теософию преисподняя строит антицерковь и в конечном счете ведет к антихрусту и его царству. Утопизм и выходящие из него учения – это рациональный внешний путь, а оккультизм и теософия – мистическо-тайны. Наведут они к одному и тому же – ветхому царству Люцифера. Хелиазм – это более легкая форма той же самой болезни, но уже на теле церкви в первые века. Полностью исцелившись от этой болезни, церковь снова встретилась с нею, теперь со стороны сектанства. Истоки оккультизма восходят к тайным наукам халдеев, египтян, индусов и других древних народов. И никто или неправедной жертвой Каина уходит его глубинные корни. Жертва Каина – начало лжекульта. Широкое распространение оккультизм получает в средние века и находит самую благодетнейшую для себя почву в настоящее время. Даже народы, долгие века имевшие истинный культ, впадают в страшный грех оккультизма. Издаются оккультные журналы и книги, созданные общество оккультистов. Теософия фактически является утонченным, изощренным язычеством. Теософия тесно переплетена с оккультизмом и магией. Корни теософии также уходят в глубокую древность. Самое ее начало – это ложное мудроствование о Боге, вложенное в сознание Евы древней змеи. Теософия прослеживается в брахманизме, мудизме, кабале. Духом теософии проникнут гнотизм ранних христиан, с которым боролись сами апостолы и святые отцы первых трех веков. Так через гнотизм теософия пыталась задушить христианство в самовозародыше. В средние века духом теософии были проникнуты секты, катаров, орден розыкресцеров, алхимики. В XVI по XVIII века теософию разливали Парацельс, Бегель, Ябеме в 1575 году по 1624 года. Его учения – смесь протестантизма, астрологии, алхимии, кабалы и теософии. Свиденборг, 1628 года по 1772 года. Ученый-математик, астроном, горняк, философ. Свиденборг объявил себя духовицем и начал толковать Библию, говоря, что ему поручил это делать сам Христос. Теософское учение Свиденборга испытало на себе влияние гнотизма и кабалы. И, наконец, в 1875 году в Нью-Йорке Блаватское 1831 по 1891 год основывает теософское общество. Вскоре центр общества переносится в Индию, в город Мандрас. В трудах ее и ее последователей разбирается эзотеритическое учение, стремящееся соединить в себе практически все религиозные и другие учения. В основе ее учения лежит буддизм и тайное учение Тибета, Гималаев и Индии. В 1913 году активный член теософского общества Эрштейнер создает учение антропософии. Ныне о всех этих учителях и их учениях сбывается сказано апостолом Павлом, «Ибо они еще более будут преуспевать нечестие, и слово их, как рак, будет распространяться». 2 Тимофея 2 глава 16-17 стих Но вот народы, будучи столетиями просвещены христианским учением, «Отвратили очи свои от гор Божий, от Господа Бога, сотворившего небо и землю, от небесного царства Христа, и стали обращать очи свои к горам земным, к Тибету и Гималая, к Иоге и Шамбале. Отвратившись от неба, обратились к земле и не видят, что идут к преисподнюю». Вот маленький экскурс к разным народам и религиям, чающим светлого царства. Вот что пишет Рерих в книге «Сердце Азии». «Мусульмане, Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, которая в ближайшем получит основание новой веры». Правда, многие мулы, когда вы скажете о Мунтазаре, начнут резко отрицать это. Но если вы будете утверждать и, главное, покажете знания вопросов, они переглянутся, улыбнутся и отложат свои отрицания. Даже скажут много значительных подробностей. Они скажут, что в Весфагане стоит белый конь, уже оседланный для великого пришествия, а в Мекке уже приготовлен саркофаг для будущего пророка правды. Далее следует упомянуть средневековую легенду европейских стран Аграали, его горе, его замки, его братстве и его чаши. В Англии эта легенда слилась со сказаниями о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Интересно отметить, что легенда Аграали была распространена в среде различных слоев населения, но ни один из многочисленных церковных авторов в Средневековье не упоминает о ней. Это свидетельствует о полной антицерковности легенды. Речь идет об антицеркви. Одновременно с легендой Аграали в XII веке, когда христианский мир Европы вступил в контакт с Востоком, в западных странах появляется легенда о царе и пресвитере Иоанне, идеальное царство которого находится где-то на востоке. Слухи об этом царстве не умолкают до XVII века. Известно письмо царя пресвитера Иоанна императору Византии Мануилу Комнину. Римский папа Александр III посылает даже в 1177 году к царю пресвитеру Иоанну Легата, чтобы обратить его в католичество. За царство пресвитера Иоанна было принято царство Чингисхана. В средние века предпринимались многие попытки найти это царство. Находим мы чаяния и поиски идеального царства и в русском старообрячестве. Старообрядцы, отделившись в XVII веке от своей матери в Русской Православной Церкви, верят, что где-то есть место и братство, хранящее в чистоте христианскую веру. Появляются легенды о Беловодье, Белой горе, Белом острове, Белом источнике. Неоднократно предпринимались попытки найти Беловодье. Искали его даже в Тибете и Индии, куда ходили казаки-староверы. Так или иначе, многие сказания и поиски светлой страны ведут к индийским и тибетским тайным учениям, к гималайским и тибетским горам, к таинственной Шамбале, к владыке Шамбалы Ригден-Джапа или Майтрея, к братству Махатам. Путь туда через Агни-Йогу и другие индийские и тибетские мистерии. Пусть его подготавливает буддизм, назад путей нет. Греческий софист Филострат составил, борясь с христианством около 210 года, житье Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Из этого описания мы узнаем, что Аполлоний Тианский ходил в Индию и был посвящен Махаттами. Аполлония язычники пытались противопоставить Христу. Никогда еще, говорит римский историк Вапискус, не видели человека более святого, более уважаемого, более обогатворяемого и более божественного, чем это существо. Он мертвецам возвращал жизнь. Он совершал и говорил поразительные вещи. Так язычество и Махаттмы пытались противостоять Христу. Так уже тогда, во времена апостолов, действовала тайна беззакония. Пока царствует Христос, она не может стать явной, но подспудные энергии накапливаются, Шамбала действует. Вот некоторые пророчества о Шамбале и Матреи из книги Н.К. Рериха «Сердце Азии». Приходящий Матрея изображается со спущенными ногами, символ спешности. Явление Матрея сказано после войн, но последние войны будут за истинное учение. Причем каждый, восставший против Шамбалы, будет поражен во всех делах своих. И волны будут смывать дом его, и даже пес не придет на зов его. Учение указывает, как каждый воин Шамбалы наречется непобедимым. Сам владыка спешит, и знамя его уже над горами. Северная Шамбала идет, мы не знаем страха, мы не знаем уныния. Восставшие против Шамбалы неизвернуты будут. Как кровь отечет знамя Матреи, земли нового мира для затемненных, и как огненное солнце для понявших. Описывается уже ныне происходящее, день Шамбалы. У шатра Шамбалы ламы служат великому Ригни Джапу. Перед изображением владыки поставлено полированное зеркало. Из узорного сосуда на его поверхность льют воду. Струи сбегают по лику зеркала, покрывают его странным узором. Колеблется и живет поверхность. Символ магических зеркал. Где появляется будущее, пишет руны откровений. Многим живущим являлись Махатмы. Есть культ Матреи, его иконы и Шамбалы. Есть изображение Матреи, посылающего красных всадников покорять мир. Антихрист, его икона и царство его прокладывают себе путь. Тайна беззакония уже в действии. Апостол Павел наверняка знал тайну беззакония и мог многое о ней сообщить. Но в своем послании он указал только на существование этой тайны и к чему она ведет. Ныне многое об этой тайне известно, но все-таки все продолжает и далее совершаться в тайне. Пока Господь не позволит ей открыться, а потом уничтожить ее. Тайна беззакония, как и тайна спасения, исходит от евреев. Через евреев земля соединяется с преисподней. Проявление этой тайны в евдейском мессианстве, мессионизме, сионизме, каббале, масонстве. Все события истории, все религии в их взаимосвязи и борьбе отражают борьбу света и тьмы, христианской церкви и тайны беззакония. Иудеи пророчествуют и строят свое грядущее царство на земле, свое идеальное царство, противопоставляющее царству Христа. От этого корня питается все древо ожидания и построения царства света на земле. Заснувшая вечером природа проснется только во дне ином. Увятшие осенью растения оживут только в году ином. Человек воскреснет только в веке ином. Здесь ныне ожидает нас только ночь, зима, смерть, царство тьмы и ужасов. «Если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжи Христы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы пролестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Матфея 24 глава с 23 по 25 стих. «Человек, обрати свой взор к небу, там свет, там царство Бога». «Все, да?» «Нет, еще маленько, все. Сколько там? Ну вот». «Ну, тут большое пошло опять». «Ну, еще просчитай, еще только полчаса. «Две. Может, досчитаешь. Три. Нет, тут много идет сейчас». «Ну, хоть листик еще просчитаю». «А зачем? Опять потом прерывать надо все, заново начинать». «Ну, а сейчас ты еще дошал-то не до стиха дошал?» «До стиха». «А, я не знал. Ну, все тогда. Замещай где». «Мы показываем, что это толкование. У нас вышел Новый Завет. Вот, в трех томах. В трех томах. Мы встретим толкование Откровения Апокалипсиса. Так, в интернете у нас очень много сильного такого. Это «Во свете Библии» наш православный библейский сайт. Справа здесь 4124 ответа по темам. А внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». В него один раз только ткни, и ты уже на форуме. Вот православный форум. 1447. Очень большой и богатый материал у нас вот в Mail.ru. У меня здесь 6981 фотография. И 1132 ролика. Наши. И фото, и видео наши. Неоткуда там перетащены. Ну, а кроме того, у нас еще открытый православный видеоканал. Около 1000 роликов. Вон тут уже плейлисты. Там уже проще. Точно как папки по тематике. Ну, вот и все. Я смотрю тему, тут везде беседует Дятлова. Гибель. Гибель только от демонов была, не от людей. Вот они все стараются совместить, и нигде не говорят. Почему эта гора так называется? Не ходи туда. Они смеялись от манси. Незащищенные молитвой, крестом, полезли туда, куда не ходи. Они шли на верную смерть. И теперь те, которые дают разные версии, почему они обходят? Там взрыв, ракеты, там прочее. Почему они говорят? Почему шаманы бесновались в эту ночь в их селении? Тогда это вот они писали, их вызывали. Что с ними было-то? Им дьявол открыл это. А почему их не трогали? Потому что они их поклонники, жертву приносили. А эти восстали против, насмеяться. Мы были, ничего там нет. Они прям определенную цель имели. Ну и насмеялись. Сатана захватил их. Вот сейчас считали тысячелетнее царство. Вот как оно это все выглядит. Показать. Это открытым оком у нас 30 томов. Второй том, 470 страница. Вот Христос воскрес. Это начало тысячелетнего царства. Сатана скован прямо на Голгофе. Вот оно где идет. И до пришествия Христа. Пришествия Христа. Христос пришел. Восхищение церкви. Страшный суд. Всеобщее воскресение праведных и грешных. Три с половиной года это время антихриста. Больше ничего нет. Наш сайт к истине один. Народ, друг. Просто как все понятно. Ни одно место никакого не противоречит. Царство Христа тысячи лет. Это не определенное время евангельской пропыли. Не тысяча, а уже две тысячи лет идет. Вот так. Специально для этого сделали, чтобы показать. Считаю, что больше тут ничего не добавишь. Продолжение следует... Продолжение следует...